МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Ровно в этот день, 31 декабря в прошлом году, я рассказывал вам о новогодних подарках правительства всем нам. А вот сейчас мы попробуем сравнить два последних дня года. Года 2018 и 2019. Цены растут. Это мы видим по своим ежедневным тратам. Зарплаты, увы, индексируются далеко не так бодро. Ну что ж, придется, затянув пояса и сжав зубы, всем миром затыкать дыры в бюджете, подумаете вы. Только затыкать нечего. Федеральный бюджет профицитный и обещает оставаться таковым в следующие три года. То есть деньги есть, но держаться все равно надо. Потому что различные ведомства продолжают увлекательную игру по выдавливанию денег из населения. Это было сказано мною год назад, а ничего не изменилось. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин отчитался перед президентом Владимиром Путиным о рекордной сумме собранного оброка. Свыше 17 триллионов рублей поступило в этом году в бюджет, что на 22% больше, чем в прошлом. В этом году кое-что изменилось. Теперь налогов собрано еще на 29,9% больше. И это при том, что экономика ничего практически не прибавила к своему объему. Стоит на месте. Увеличились фиксированные взносы с индивидуальных предпринимателей в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования на 3,1 тысячу рублей соответственно. Единый налог на вмененный доход ЕНВД и торговый сбор в 2019 году выросли на 2,5%. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на 2,6%. О ценах на бензин. В нынешнем году наступила некоторая стабилизация. Резкого роста нет. Но о снижении тоже думать не приходится. Ценами на бензин правительство по-прежнему управляет с помощью манипуляций бюджетными средствами, доплачивая вертикально интегрированным нефтяным компаниям за сдерживание их аппетитов. А им-то какая разница, откуда деньги получать? Из карманов покупателей или из бюджета, который черпает свои запасы из тех же карманов? Только в этом случае это называются карманы налогоплательщиков. Чувствуете разницу? Когда вы покупаете бензин, вы покупатель. А когда вы платите налоги, вы налогоплательщик. Но карман-то у вас один. Закон о создании системы Меркурий внедряется в нашу жизнь гораздо более жестко, чем предполагалось. Маркировка товаров – дело неплохое. Но уж больно дорого она нам обойдется. Да еще и уничтожит и без того исчезающее племя малых предпринимателей, которым теперь запрещено торговать маркированными товарами. Почему? Непонятно. Но про коммуналку вы и сами все знаете. Не буду загружать вас лишней информацией. А вот снижение беспошлиного порога таможенной стоимости при покупке товаров в интернет-магазинах – это новость 2019-го. С 1 января 2020-го этот порог снизится с 500 до 200 евро. Дополнительные таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей за три года, подсчитали в федеральной таможенной службе. Зачем бюджеты? Это в полном смысле слова лишние 300 миллиардов. Счетная палата поведала нам, что целый триллион остался неизрасходован. Бюджет переполнен деньгами. Но запас, как говорится, карман не тянет. Да, и еще привет пенсионерам. Федеральная налоговая служба официально предупредила их о проведении тщательного контроля их доходов. Основная суть предупреждения в том, что налоговая служба намерена проверять все источники дохода официально неработающих пенсионеров и в случае подозрения на уклонение от уплаты налогов вменять им статью 159-го Уголовного кодекса. Мошенничество. Там еще есть административная ответственность. Она предполагает штраф до 120 тысяч рублей. Можно еще долго рассуждать на тему «Деньги есть, но вы держитесь». Но ведь Новый год сегодня. Не буду больше вас расстраивать в этот замечательный день. Пожелаю нам всем в этот последний день уходящего года, чтобы наша любовь к Родине стала, наконец, взаимной. Чтобы не только мы, Родину, но и она нас любила. Это была суть дела. С Новым годом вас! Все будет хорошо в исторической перспективе.